МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 мая 1937 года подходы к Красной площади напоминают растревоженные улики. Повсюду расставлены агенты НКВД. Накануне парада, по случаю Дня труда, они находятся в полной боеготовности. Старые пропуска в Кремль аннулированы накануне вечером, а патрулям дано указание проверять каждого. Особое внимание уделять людям в военной форме. Таких предосторожностей до этого дня не было за всю историю советских спецслужб. За 15 минут до начала парада на площади появляется самый молодой маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. В глаза сразу бросается странность. Профессиональный военный идет, не вынимая рук из карманов. Неужели у него там оружие? На секунду он останавливается, осматривая площадь. Мавзолей к этому времени фактически отрезан от нее цепью сотрудников НКВД. Никто из них не понимает, что происходит. Проносится только шепот. Хотят убить Сталина. От кого же нужно было охранять вождя? Что должно было случиться во время парада? Ведь даже сама мысль о том, что кто-то может поднять руку на Сталина, уже была преступной. А почему маршал Тухачевский так до конца парада и не вынул руки из карманов? Уж не из-за этого ли Красная площадь кишит агентами в форме и в штатском? Советский обыватель, открыв газету «Правда», через месяц после того первомайского парада, должен был поразиться. Скромная и сухая заметка в рубрике «В прокуратуре СССР» на самом деле сенсационна. В Красной армии изобличен военно-фашистский заговор. И кто оказался предателем? Поймали не просто пару-тройку диверсантов. Шпионами, передававшими секретные сведения Германии, оказались лучшие военачальники страны, арестованные, командующие киевским и белорусским военными округами, командарма Якир Иубаревич, четверо командующих корпусами, по нынешним меркам это генерал-лейтенанты. И, наконец, лидер заговорщиков, тот самый маршал Тухачевский, недавний заместитель народного комиссара, то есть министра обороны. Тухачевский и его подельники, как говорилось в газетах, полностью признали свою вину. И вскоре после закрытого суда все они были расстреляны, а реабилитированы посмертно только в 1957 году. И после этого об этом деле вновь забыли на долгие годы. Но вот в перестройку в печати стали появляться новые и крайне любопытные сведения. Они позволили предположить, что в Красной Армии действительно мог зреть заговор против сталинской тирании. И если бы он увенчался успехом, этот заговор, может быть и война, и вообще вся последующая история Советского Союза пошла бы по другому, не такому трагическому пути. Пора, наконец, разобраться в этих слухах и недомолвках. Был ли все-таки заговор военных? Процесс по делу антисоветской троцкийской военной организации именно так именовали группу Тухачевского проходил не просто быстро, а стремительно. Трудно себе представить, что столь громкое дело рассматривалось всего один день. 11 июня было собрано специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР. Обвиняемыми, помимо Тухачевского, Якира и Убаревича, стали командарм 2-го ранга Корк, комкоры Эйдеман и Фельдман, военный атташе при полпредствии СССР в Британии Путна и заместитель командующего Ленинградским военным округом Примаков. Список предъявленных им обвинений пестрит разнообразием. Военные якобы передавали германскому генштабу секретные сведения, разрабатывали план поражения Красной Армии в случае наступления немцев, готовили теракты против членов Политбюро. И самое серьезное, Тухачевский и его товарищи хотели захватить власть и арестовать всех членов советского правительства. Получается, что обвиняемые не только изменники Родины, они еще и военный переворот готовили. Вскоре стало ясно, товарищ Сталин хотел, чтобы именно так все и думали. Из уступления Сталина на расширенном заседании военного совета при Наркоме обороны. В том, что военно-политический заговор существовал против советской власти, теперь, я надеюсь, никто не сомневается. Такая уйма показаний самих преступников и наблюдения со стороны товарищей несомненно говорят о том, что заговор, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами, имеет место. Эти слова Сталин произносит не на самом процессе. Там он не появлялся. И не по итогам судебных слушаний. Заседание, где он говорит о Тухачевском, состоялось 2 июня. То есть, за 9 дней до суда. То есть, руководитель страны заранее называет тех, кто якобы стоит за заговорщиками. А это была группа популярных и талантливых маршалов и полководцев, известных всей армии, известных и в стране. И Сталину было важно, что решения принимают их коллеги. Такие же командующие. Участников предполагаемого заговора судили стремительно. Заседание было закрытым. Защита и свидетели в нем не участвовали. В составе судебной коллегии маршалы Буденный и Блюхер. Там же и на все согласный старик, как за глаза прозвали начальника генштаба Шапошникова. Известно, что вождь к нему благосклонен. Зовет его не просто товарищ Шапошников, а по имени-отчеству Борис Михайлович. Снисхождение к обвиняемым ждать от суда бессмысленно. После того, как подсудимым прочитали обвинительное заключение, все они заявили, что признают себя виновными и подтвердили показания, которые дали в ходе следствия. Все как по нотам. В традициях эпохи, доходящего до абсурда, всенародного страха. Обвиняемым часто внушали, что их самооговор необходим для дела партии, для борьбы с истинными врагами. И на многих этот аргумент действовал сильнее всяких пыток. Хотя и пытками, конечно, не брезговали. Из воспоминаний следователя Овсеевича. Перед самым судебным заседанием я знакомил Примакова с копиями его же показаний. Перед процессом Примаков вызывался к Ежову. Там его, видимо, прощупывали, как он будет себя вести на суде. И, как он потом рассказывал, его уговаривали, что на суде он должен вести себя так же, как на следствии. Полная стенограмма того заседания засекречена до сих пор. Известно, что маршала привели в зал в поношенной гимнастерке, а всех остальных одели в неплохие гражданские костюмы. От развернутого выступления маршал отказался. Как писал позже Семен Михайлович Буденный, при чтении обвинительного заключения Тухачевский был растерян и не шкачал головой, показывая несогласие, но понимая, что не может заявить о нем открыто. В 23.35 председатель военной коллегии Верховного суда Ульрих оглашает приговор всех обвиняемых к высшей мере с конфискацией имущества. Когда их уже уводят из зала, Тухачевский по легенде бросает. Вы стреляете не в нас, вы стреляете в Красную Армию. Что говорил человек в момент расстрела? Это легенда, фантазия и вымысел. Вы можете сказать, что он, Тухачевский произносит такие знаменательные слова, вы стреляете не в нас, не в меня, вы стреляете в Красную Армию. Так хочется видеть в Тухачевском оппозицию Сталина. Значительная часть материалов по этому делу все еще хранится под грифом «совершенно секретно». Но даже в том, что опубликовано, легко найти, мягко говоря, странности. Ведь если заговор все-таки был, почему арестованные путаются в показаниях, признавая при этом все обвинения. К примеру, Корк утверждал, что Тухачевский стал разговаривать с ним о перевороте в 1931 году, а маршал это отрицал. Мол, разговоры начались только в 1934. Понятно, что обвиняемые в чем-то могут расходиться, но не в таких же ключевых деталях. И еще масса несовпадений, на которые тогда, в 1937-м, предпочли закрыть глаза. Лишь бы поскорее закончить процесс. Тухачевского и Кира Ивбаревича похоронили в Москве на Донском кладбище, за этой стеной. Вслед за этим сюда стали свозить останки многих и многих попавших в кровавую мясорубку сталинских репрессий. Маршала расстреляли в ночь на 12 июня. И это стало началом жестоких массовых чисток в рабоче-крестьянской Красной Армии. Считается, что эти чистки сыграли роковую роль в подготовке Красной Армии к войне. А про самого маршала Тухачевского порой говорят, что будь он жив, такого разгрома летом 1941-го не случилось бы. Но так ли это? И главное, зачем Сталин, понимая, что война неизбежна, начал уничтожать собственную армию? А может быть, вождь знал нечто такое, что составило его действовать быстро, невзирая ни на что? Чтобы ответить на эти вопросы, изучим личность главного обвиняемого. Самый молодой советский маршал Михаил Николаевич Тухачевский во время Первой мировой войны был всего лишь подпоручиком, по сегодняшней классификации лейтенантом. В Красную Армию он вступает в 1918-м. Он был из тех людей, которые очень хорошо поняли, что большевиков они лучше сделают карьеру. Ничего плохого в карьере нет, на мой взгляд. Любой военный должен быть карьеристом, иначе какой же военный без амбиции? В 90-е годы была очень популярна версия о том, что именно Тухачевский мог уберечь советскую армию от грандиозных потерь в Великой Отечественной войне. Он, мол, отличный стратег. Он быстро перехватил бы у немцев инициативу и воевал бы малой кровью. Сторонники этой версии явно не знают обо всех подвигах маршала. Говорят, что его жестокость и готовность жертвовать людьми поражала даже в лихие годы гражданской войны. Например, именно Тухачевскому было поручено подавить восстание в Кронштадте и Тамбове. И он давил. Из приказов Михаила Тухачевского в 1921 году. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распространилось по всему лесу, уничтожая все, что в нем прячется. Если население не указало по истечении двухчасового срока на бандитов и оружие, взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые и, собравшимся на сход, вторично предлагается выдать бандитов и оружие. В случае уборства производятся новые расстрелы. Это была система. В гражданской войне, в любой гражданской войне, обе стороны действуют со страшной жестокостью. И Тухачевский в данном случае эти правила игры усвоил. Да, он применял во время подавления тамбовских крестьян ядовитые газы из леса, выкуривал. Но ядовитые газы в то время не были запрещены. Тухачевский был жесток, потому что иной командир воевать в гражданской войне не мог. Так называемый стратегический гений Тухачевского, если этот гений действительно имел место, мог бы проявиться в советско-польской войне 1920-21 годов, поскольку Тухачевский там командовал Западным фронтом и отвечал за взятие Варшавы. Тогдашнее действие Тухачевского маршал Конев спустя годы назвал авантюризмом. Советские войска в итоге разгромлены и спешно отступают. После этого Тухачевский ненадолго становится главой военной академии РКК. Он, кстати, единственный из будущих маршалов, кто в этой академии не учился. И действительно нелепо было бы сесть за парту в учреждении, которое сам возглавляешь. После смерти Михаила Фрунза в 1925-м Тухачевский рассчитывает на пост наркома обороны, но место достается Клименту Ефремовичу Ворошилову, верному сталинскому лакею и подхалиму. Тухачевский же получает пост начальника штаба. Надо понимать, что в те годы отношения между высшими военными чинами СССР это совсем не то благостное единодушие, которое нам знакомо по фильмам. Некоторые историки называют тогдашний наркомат обороны современным шутливым термином террариум единомышленников. Здесь верно только первое определение. террариум, потому что единомышленниками военачальники уж точно не были. Тухачевский в оценках коллег не стеснялся и легко наживал себе врагов. Возможно, поэтому в 1937-м они легко поверят в версию заговора и не будут особо переживать из-за ареста маршала. Когда обсуждался вопрос, связанный с уставом армии, создающейся, Тухачевский, будучи представителем этой комиссии, на предложение какое-то, по его мнению, идиотское, которое сделал Ворошилов, министр обороны тогдашней, не находит ничего лучшего, как ответить, что этот бред сивой кобылы мы даже рассматривать не будем, потому что вы, товарищ маршал, виноват товарищ министр, товарищ нарком обороны, просто некомпетентный человек. Это далеко не единственный эпизод. Тухачевский в конце 20-х годов был ярым сторонником модернизации Красной Армии. Понимая, что грядущая война – это битва танков и авиации, а не устаревшей конницы. Всячески продвигая эту идею, Тухачевский навсегда становится врагом главного кавалериста Советского Союза Семена Михайловича Буденова, которого поддерживал сам Ворошилов. Из воспоминаний комбрига Иссерсона Тухачевский сказал, что конница, не оправдавшая себя уже в Первую мировую войну, не сможет в будущей войне играть какую-нибудь важную роль. Это вызвало бурю негодования со стороны Буденного, сидевшего в президиуме. Он бросил реплику, что Тухачевский гробит всю Красную Армию. На это Тухачевский, обернувшись к Буденному, с вежливой улыбкой сказал, «Ведь вам, Семен Михайлович, и не все объяснить можно». Новаторские планы Тухачевского многим казались чересчур радикальными. За пятилетку он предлагал построить 40 тысяч танков и 50 тысяч самолетов. И подготовить тысячи собак-камикадзе. Это когда к животным привязывали взрывчатку и отправляли в стан врага. По большому счету, основная масса этих экспериментов, как и во всех других странах, ничего не стоила. Это были попытки нащупать чего-то стоящее в условиях бурного развития военной техники. Тухачевский очень плохо разбирался в реальной эффективности подобных новшеств. Он хватался за все, что ему показалось ярким. В этом Тухачевский был совершенно неоригинальный. Собственно, куда ни копни, никакой оригинальности в нем не было. Но драйв в нем был, это нельзя отрицать. Но вернемся к Первомайскому параду 1937 года. Это событие одно из совершенно уникальных, когда глава государства, товарищ Сталин, появился на публике. Так что охрана Кремля не просто усилена. Войска НКВД находятся в полной боевой готовности, и документы проверяют у каждого. Неужели кто-то и впрямь хочет убить Сталина? И что прячет в карманах стоящий на площади маршал Тухачевский? Ответы через пару минут. В июне 1937 года по делу о заговоре в Красной Армии расстреляны 8 видных советских военно-начальников. Самый известный из них маршал Тухачевский. Планировал ли он свергнуть Сталина? 1 мая 1937 года они оба должны быть на Красной площади по случаю праздничного парада. Неужели Тухачевский хочет застрелить вождя прямо у Мавзолея? И для этого принял с собой оружие. Венями Смехов продолжает расследование. Мавзолей окружен охраной. На трибунах, где только возможно, сотрудники НКВД в штатском. И все они явно чего-то ждут. Из воспоминаний офицера НКВД шпигель глаза. На самой верхушке царила паника. Все пропуска в Кремль были внезапно объявлены недействительными. Наши войска НКВД находились в состоянии боевой готовности. Это должен быть целый заговор. О происходящем, видимо, знает нарком обороны Ворошилов. Он явно обеспокоен. И на поясе у него кобура с пистолетом. Что до, что после первомайского парада Климент Ефремович предпочитал ходить без нее. А тут вдруг взял. Зачем ему оружие? Защищаться? От кого? По некоторым косвенным данным, переворот был назначен на 1 мая. То есть это очень удобная дата. По какой причине? Потому что все правительство собирается в одном месте. Не просто в одном месте, а на мавзолее, где его достаточно легко достать. То есть, может быть, посадив снайперов на крышу, поставив расстрельщиков на мавзолей. Но его можно уничтожить сразу. А потом, дав пару пулеметных очередей по колонии демонстрантов, создать такой хаос, что подкрепление до Кремля не дойдет еще целые сутки. Захватить Кремль. А дальше уже дело техники. Перед самым началом парада на площади появляется маршал Тухачевский. Идет он, не вынимая рук из карманов. Что же он прячет? Заряженные пистолеты? Военные, которые приходят после него, тоже ведут себя странно. Для них Тухачевского будто не существует. Из воспоминаний бежавшего на запад офицера НКВД Вальтера Кривицкого. Несколько минут спустя подошел маршал Егоров. Он не отдал чести маршалу Тухачевскому и не взглянул на него, но занял место за ним, как если бы он был один. Еще через некоторое время подошел заместитель наркома Гомарник. Он также не отдал чести ни одному из командиров, но занял место в ряду, как будто бы он никого не видит. Из пасских ворот появляются высшие руководители страны. Они должны подняться на трибуну Мавзолея, но прежде здороваются с генералитетом. Сталин жмет руку каждому высшему военачальнику. Порошилов, Гомарник, Буденный. Наконец вождь идет к Тухачевскому. Это совершенно не похоже на Сталина. Почему он будет не подавать Тухачевскому руки? В принципе, с другой стороны, если Тухачевский сильно провинился, мог и не подать. Обиженный Тухачевский мог держать руки в карманах, но это ничего не значит на самом деле. Тухачевский опускает руку обратно в карман и стоит так в течение всего парада. А потом внезапно уходит прочь, вопреки традиции, не оставшись на вторую часть. На демонстрацию трудящихся. Застрелить Сталина прямо у Мавзолея? Как-то уж слишком киношная версия. Но свидетельств того, что Тухачевский действительно пришел на парад с оружием убийства, у нас нет. Но, впрочем, некому эту теорию и опровергнуть. Точно известно, что маршал потом, после парада, пришел на праздничный обед в квартиру Ворошилова. Сталин на этом обеде произносит небольшую речь. Враги, говорит вождь, будут разоблачены. Партия сотрет их в порошок. После этой фразы, тост за тех, кто, оставаясь верным, достойно займет свое место за славным столом в октябрьскую годовщину. Явный намек. Кто-то из присутствующих не увидит парада 7 ноября. И Тухачевский понимает. Ему ведь уже предъявляли обвинения в госизмене. Было это за 7 лет до описываемых нами событий. Еще в 1930 году были арестованы преподаватели военной академии РКК. Той самой академии, где в свое время начальствовал Тухачевский. Они дают против него показания. Встречи с приятелями за обедом по выходным представлены ими как конспиративные сходки. В вину Тухачевскому ставят необычайную популярность в войсках. Это, мол, ему нужно, чтобы в случае чего двинуть полки на Кремль. Тухачевскому готовится предъявить расстрельные обвинения. Один из свидетелей, например, говорит, что маршал готовил теракт против самого Сталина. Однако за Тухачевского поручаются видные военачальники Гомарник и Убаревич. И по делу 1937 года они будут проходить уже вместе с ним. В 1930 году за Тухачевского заступились высоко стоящие командиры. Убаревич и Гомарник. И Тухачевского оставили в покое. Тогда это было еще рано. Вчера рано. Завтра поздно. Значит, сегодня. В 1937 году и пришел этот момент. То есть из-за одних и тех же подозрений Тухачевского расстреляли в 1937-м, но не стали трогать в 1930-м. Чье это было решение? Несомненно, принимал его только один человек, лично товарищ Сталин. Если он не поверил в предательство своего маршала в первый раз, что-то должно было повлиять на вождя, чтобы его точка зрения изменилась? Что-то большее, чем просто донос. Первые сведения о работе Тухачевского на немецкую разведку появились еще в 1929 году. Об этом писал работавший в Москве германский журналист по фамилии Гебринг. Однако на его свидетельство вряд ли можно полагаться. Сегодня считается, что это была сознательная дезинформация. Тухачевский действительно ездил в Германию. Это было в 1932 году. Что он там делает? Присутствует на учениях германских войск, посещает несколько военных заводов. Если верить в эту версию, о том, что маршал действительно стал шпионом, то именно в это время его и могла завербовать немецкая разведка. Обвинители утверждают, что как раз тогда он передал ей секретные сведения о советских вооружениях. К тому же маршал контактировал и с германскими офицерами, приезжавшими в Москву обмениваться опытом. Разного рода провокации существовали и раньше. К нему подходили во время приемов какие-нибудь немецкие атташе. Его пытались как-то... Он совершал поездки в Европу, во Францию, в Германию еще в 30-е годы. То есть попытки скомпрометировать чем-нибудь Тухачевского предпринимались и раньше. Из мемуаров германского генерала Шпальки. У Тухачевского с его аристократической кровью можно было предполагать гораздо больше симпатий по отношению к Парижу, нежели к Берлину. Да и всем своим типам он больше соответствовал идеалу элегантного и остроумного офицера французского генштаба, чем солидного германского генштабиста. Он пошел на расхождение с Германией. Был за войну с Германией на стороне западных держав. С приходом к власти Гитлера в 1933-м советско-германская дружба временно заканчивается. Военное сотрудничество сворачивают. Тухачевский открыто говорит, что набирающий силу режим национал-социалистов представляет для СССР наибольшую военную угрозу. Само собой понятно, что германские армии при очень большом желании найдут пути для вторжения на нашу территорию. Не похож Тухачевский на немецкого шпиона. Однако в 1937-м ему предъявлено вполне конкретное обвинение. Вспомним хотя бы про передачу Германии военных тайн. Или это все выдумки? Оказывается, не совсем. Известно, что в начале 1937-го года в немецкую полицию безопасности попадают некие бумаги. Передает их белый генерал Скоблин, живущий в Париже. Документы эти якобы подтверждали, что в РКГ формируется круг недовольных действующей властью, и эти сведения попадают к Гитлеру. У Гитлера не было ни одного сигнала о том, что в командовании Красной Армии готовится заговор против Сталина. Гитлер мог мечтать о таком заговоре. И если бы он знал, что такой заговор существует, он никаких бумаг бы не стал готовить. Он бы стал помогать заговорщикам. Это совершенно очевидно. Зачем ему помогать Сталину? А помогать Сталину он мог только в том случае, если он точно знал, что никакого заговора нет. И нужно просто усилить подозрительность Сталина и расширить раскол между командованием армии и политическим руководством. Руководство Германии считает бумаги не слишком убойными и решает добавить от себя, чтобы уж наверняка. Стараясь соблюсти тайну, организован ночной налет на архив Абвера. Оттуда изъяты письма Тухачевского немецким офицерам. На их основе фабрикуются дополнительные бумаги, компрометирующие советского маршала. Изначально все документы должны были передать советским агентам безвозмездно. Однако генерал полиции Гейдрих, ответственный за операцию, умудрился на ней заработать. Из воспоминаний начальника 6-го отдела главного управления имперской безопасности Вальтера Шелленберга. Ко всеобщему изумлению, Сталин предложил деньги за материалы о заговоре. Ни Гитлер, ни Гиммлер, ни Гейдрих не рассчитывали на вознаграждение. Гейдрих потребовал 3 миллиона золотых рублей, чтобы, как он считал, сохранить лицо перед русскими. Средства были незамедлительно выплачены. Что же содержалось в этих документах? Увы, они спрятаны глубоко в архивах. Есть версия, что именно из-за них не хотят полностью рассекречивать все дело Тухачевского. Какая часть этих бумаг была сфабрикована, гадать бесполезно. Но если верить в историю с компроматом на маршала, то получается, что Сталин действовал вполне резонно. Вождя можно называть больным, жаждущим крови убийцей. А что, если он и правда узнал о заговоре и потому решился на уничтожение высшего военного командования, даже понимая, что это ослабит армию, есть, однако, еще более таинственная теория. И о ней через пару минут. Летом 1937-го расстреляны 8 руководителей РКК, в том числе маршал Тухачевский. Пытался ли он, как утверждало обвинение, захватить власть, свергнув Сталина? Многие документы по этому делу до сих пор засекречены. Но по некоторым данным, скомпрометировать Тухачевского могли немцы, опасавшиеся бонапартийских замашек молодого генерала. Версия о том, что Тухачевский планировал убийство Сталина на первомайском параде 1937-го, пока не нашла подтверждения. Вениамин Смехов продолжает расследование. Что действительно настораживает во всей этой истории с немецким компроматом, так это личность того самого скоблина белого генерала, у которого появились злосчастные бумаги. Известно, что он был двойным агентом, то есть работал и на Германию, и на СССР. Заговор был придуман, разработан, придуман. Разработан в Москве, передан во Францию генералу Скоблину, который был агентом КГБ. И включилась кестапо, готовила подложное письмо Тухачевского, подпись Тухачевского. У Тухачевского была переписка с немецкими генералами в 1920-е годы. Поэтому письма в архивах или у тех или иных спецслужб были. Но не те письма, которые были потом в этом досье Тухачевского. Это была наиболее крупная и наиболее хорошо разработанная провокация. Но кому нужно так подставлять Тухачевского? Кому он мешает? Ворошилову, с которым он давно конфликтует? Нет, слишком тонкая эта игра для простоватого наркома. А может быть, добро на операцию дал Сталин, не доверявший своему маршалу? Повод для недоверия есть. На западе Тухачевского называли «красным Бонапартом», то есть деятельным и честолюбивым военным, который и сам не прочь стать диктатором. Однако у этой красивой версии есть очевидное слабое место. «Товарищ Сталин, не из тех, кому нужен какой-то особенный компромат, чтобы арестовать кого-то из соратников». Появляется донос, и через день его герой уже на Лубянке, так что не вытанцовывается версия. Другой вопрос. Почему в Кремле так легко готовы верить документам, полученным из Германии, не самой дружественной в те годы для СССР страны? Может быть, это не первые свидетельства заговора? И Сталин давно присматривается к Тухачевскому, который, возможно, метит на его место? Первые двое обвиняемых по делу Тухачевского были арестованы еще в 1936 году. Комкоров, Витовта Путну и Виталия Примакова взяли по делу от Троцкиско-Зиновьевском центре. Хотя тут еще вопрос, что считать заговором? Разговоры за столом в духе «Все будет хорошо, если снимут Ворошилова» или «Неплохо бы, если вместо Сталина будет кто-то другой». Рюмка водки за ужином располагает и к более смелым фразам о захвате власти, к примеру. Но это же только разговоры. Беспристрастный суд на такое и внимание не обратит. А вот спецслужбам, неустанно ищущим внутреннего врага, это вполне подойдет. Хотя не исключено, что военные нашли реальный компромат на главу государства. Бежавший на запад советский разведчик Александр Орлов так описывал эту историю. Некий работник НКВД, фамилия его Штейн, обнаруживает в архивах бумаги, которые должны стать бомбой. Они неопровержимо свидетельствуют о сотрудничестве Сталина с царской охранкой. В Киеве они попадают к командующему местным военным округом Якиру, а тот ставит в известность Тухачевского. Если существование этих бумаг не выдумка, то план Тухачевского вполне прозрачен. Маршал может убедить наркома Ворошилова устроить в Москве какую-нибудь конференцию. И вот на этом собрании представить документы, немедленно объявить Сталина провокатором и арестовать. Звучит, ой, как заманчиво, но... Бумаги такие существовать могли, потому что у товарища Сталина были огромные связи с охранкой. На него работало немеренно чинов охранного отделения. Естественно, на него тоже там могли быть какие-то бумаги, но это ровно все там ничего не значит. В этой стране к документам полнейшее презрение. И искать корни заговора именно здесь, мол, Сталин боялся разоблачения себя как агента царской охранки, просто смешно. Получается, что никаких доказательств того, что заговор все-таки был, у нас нет. Не считать же таковыми признательные показания осужденных. Не забудем, впрочем, что советская юстиция, по примеру Древнеримской, считала признание царицей доказательством. И если это признание получено, неважно, какими средствами, оно делает бессмысленным любые дальнейшие следственные действия. И все-таки вернемся к нашей первой версии. Покушение на Первомайском параде. Некоторые историки уверены, что Тухачевский готов был стрелять в Сталина. Однако все неожиданно отменилось. Тухачевскому в апреле 1937-го поручают возглавить советскую делегацию на коронации британского монарха Георга VI. Тухачевский, чистолюбив, и не хочет упускать возможности съездить на Запад, пообщаться с местным политическим бомондом. И якобы из-за этого переворот могли перенести. Однако потом приходит срочная телеграмма. Поездка отменена. 21 апреля Николай Ежов, нарком внутренних дел, направляет Сталину, Молотову и Ворошилову записку. Тухачевского посылать нельзя. Нами сегодня получены данные от зарубежного источника, заслуживающего полного доверия, о том, что во время поездки товарища Тухачевского на коронационные торжества в Лондон, над ним, по заданию германских разведывательных органов, предполагается совершить террористический акт. Уже через 10 дней Тухачевский уволен с поста замнаркома обороны. Его переводят в малозначимый Приволжский военный округ в Куйбышев. Путно и Примаков в это время уже вовсю дают показания. Маршал уже остается только ждать. Перед отъездом Тухачевского 13 мая произошла, очевидно, решающая для него встреча. В Кремлевской книге регистрации посетителей сохранилась запись. Тухачевский получил аудиенцию у Сталина. Встреча прошла без протокола. Я полагаю, что Тухачевский получил назначение в округ заместителя наркома. И эта аудиенция была, так сказать, плановая. Он должен был встретиться со Сталиным, получить, наверное, какие-то объяснения, почему его назначили. Наверное, какие-то инструкции, что он должен сделать. Это был человек высокого ранга, и перед новым назначением ему просто была положена встреча со Сталиным. О том, что это понижение, о том, что это просто действие, облегчающее арест, легче арестовать в Куйбышеве, чем в Москве. Об этом ни Тухачевский не знал, ну, мог догадываться, но не знал. А Сталин никому заранее ничего не объявлял. Тухачевский был приговорен уже, уже арест готовился. До отбытия в Куйбышев Тухачевский встречается и с Ворошиловым. Из воспоминаний Михаила Тухачевского. Когда я благодарил Климента Ефремовича за оказанное мне доверие, он был белый, как стена, и совсем растерянный. Я собрал все силы, чтобы не сорваться, но все же оставил их с очень кислыми лицами. Но если и вправду Ворошилов выглядел бледным, то уж точно не от ненависти к недругу. Он, видимо, уже знал, что против Тухачевского начали давать показания, арестованные по делу Егоды. И Климент Ефремович догадывался, что жить маршалу оставалось недолго. Арестовали Тухачевского через несколько дней пребывания в Куйбышеве. Брать его решили, когда он ожидал приема у секретаря обкома Постышева. Пленника немедленно отправили в Москву на Лубянку. Арестованные офицеры признают все обвинения. Только Иона Якир поначалу пишет письма Сталину и Ворошилову, уверяя их в своей полной невиновности. После того, как вождь назвал Якира подлецом и проституткой, тот перестает упорствовать и также соглашается со всеми доводами прокуроров. Никого в голове не было убирать Сталина. Это был тот человек, который был нужен тогдашним руководителям и военным в частности. Он выражал их чаяние и намерения. Война. Судившие Тухачевского, члены специального военного присутствия, все кроме Ульриха, Буденного и Шапошникова, вскоре будут уничтожены. Процесс по делу о заговоре РКК – это только начало лавины репрессий, которые обезглавят Красную Армию. Репрессированы будут трое из пяти советских маршалов, четверо из пяти командармов первого ранга и все десять командармов второго ранга. Из пятидесяти семи комкоров в армии остаются только семь. Сняты с должностей больше ста пятидесяти комдивов и более двухсот командиров бригад. Итак, пора подвести итог нашего расследования. Если бы следствие было проведено непредвзято и профессионально, а дело слушал бы объективный суд, то состава преступления в действиях высших руководителей РККК, включая маршала Тухачевского, он бы, скорее всего, не нашел. Хотя мы и не знаем, какой именно компромат содержался в переданных немцами документах, известно точно, что часть их фальсифицирована. И такие доказательства суд бы не принял. Да, офицеры собирались на разных квартирах, что-то обсуждали, возможно, даже ругали Сталина, но дальше разговоров и мыслей вслух дело не пошло. А мысли по любому законодательству не наказуемы. И самое главное, если маршал Михаил Тухачевский и пришел на Первомайский парад 1937 года с оружием, то выстрелить в Сталина у него не хватило духа. И это лучшее доказательство того, что никакого серьезного заговора не было. У могучего красного маршала и его соратников кишка оказалась тонка. А в ином случае они, быть может, и не кончили бы так трагически. Продолжение следует...